а теперь идем сравниваем почему давно хотел вам это показать ну сюда смотрите здесь были выпалены десяток мощнейших абрикосов или сильнейшая обрезка этому еще повезло не тронул вот мощнейший обрезка называется обрезка на омоложение кроны вот так выглядит но это самое старшее дерево им трясатник ужас и вы знаете еще послужат уже казалось бы живого места нет но я же не дурак чтобы делать обрезку на кольцо согласитесь или дурак и вот смотрите уже омоложение совершилось и вот это все приросты он еще мы еще как раз повоюем вот это приросты это дерево продолжает выполнить функции это тот самый академик это самое первое дерево которое телевидение с ним мало и которые украли пол сотни плодопитомников которые считаются авторитетными но у которых не нашлось в своем саду ни одной фотографии а похоже у них вообще абрикосовых садов нет и фотографии были сделаны и ни одна вот с этого дерева вот старая вот избитая морозами страшно но я вот не об этом хотел говорить любуйтесь и живо почему потому что я не резал на кольцо когда отсыхали ветки это отсохшие вы думаете я просто так нет они справа засохли потом и отпилил каким-то чудом жив мичуринский посмотрите просто и посмотрите как что он еще это так сказать жив курилка еще себя покажет тоже избит страшно полюбуйтесь на него жутко смотреть тут валидол нужен их считается что они мной запущены надо сейчас брать щетки по металлу стамески соскребать соскребать выдалблять все это старую кору чушь собачья не подходите если вы не подойдете к нему кстати вот видите один из этих старых абрикосов даже культурные выпиливал тут у меня серафим был с 30 ведрами ну вот но к сожалению пришлось от него тоже избавляться почему вот она молодежь а куда деваться где садись и так возвращаясь к мичуринскому который с 30 градусов 30 грамм дошел до ста и вот это ветки мной оболожена смотрите тоже жив курилка даже как вот этот академик это последнее скоро они нет пусть живут ладно но тема то не закончилась вот еще будет тема еще не раз нельзя ни одной все это и отрезать ни одной ни одного волчка злого против них погуляет по интернету нельзя отрезать другое дело что чем он плохи пусть вертикально вот кто-то сказал что они долго не будут плазать а что они это бесплодные их надо уничтожить да заподлиться вырезать поверьте мне на третий год будете с плодами то стоит вам привить только нормально даже на однолетний подвой но все-таки закончим разговор тем чем и начали тот же самый год это была массовая посадка это да я там показал что я вырезал эту две мощные груши вот здесь я уже забыл что-то было что-то было и пня не оставил вот я же деревья не выкорчевываю за подлецом землей спилил и забыл вот просто сюда глядите прошел мимо ладно сюда глядите сюда глядите вот ну это 4 клетки те показывал 3 клетки сейчас только вспомню это годом раньше посмотрите какие приросты о этих о прививок видите хороши да это третий этаж идем дальше вот здесь было что-то выполнено что-то посажено вот идем дальше а сейчас приближайся к тому о чем я хотел поговорить и так еще два культурных привитых абрикоса вот то ли академики то ли королевские то ли это от пианиста кажется у меня память вообще нет мне интересно чем посадил и не трогаю и даже бирки висят я на них не гляжу пока не заплодоносит все равно ничего не запоминаю и вот вам прекрасный саженец четырехлетка смотрите видели вот и вот тоже почему они так по-разному растут потому что я с третьего года с них берут черенки вот с этого значит я брал больше черенков она распушилась пошла не вверх ну как не вверх тоже метровый просто но вот это чудо потому что я их особо не трогал но главное то ради не этого прям внимание что за пень такой грибы растут можно уже в скоротку складывать вот видите этот пень довольно большой 30 лет больше это в 35 ему получается если пень тоже прибавить годы еще пня года три-четыре назад я пень выпилил это была китайка красно-синяя одна из тех которая служила мне подвоенным материалом и в виде веточек и в виде косочек и тут это было мощнейшее дерево она начала потом погибать она была посажена в яму и так как корни выдавливаются наружу яма почти исчезла и все таки я показывал примерно есть фотографии 10 15 лет назад даже кто-то попало в книги мои статьи вот у нее основание штамба уже было гнилое сейчас она выглядит вот так выглядело страшнее и вот на высоте два с половиной метра выше она отсохла это слива вот и когда я отрезал там огромный вырос гриб трутовик работяга я вот так уважаю трутовики едят мертвую ткань вот они вот они вот они трутовики а их требуется уничтожить а они внутри дерева 90 процентов а 10 снаружи это не всегда вот и вот этот дурь когда я говорю берите стамиску ой смешно но мы сейчас о другом все таки надо закончить нормальный разговор потому что сейчас он сама отключится пошла предпоследняя минута и так значит это было косточка культура слива посадил метр тут и метр полтора тут вот это вот расстояние и что мы видим прекрасный рост косточка посажены после косточка причина успеха а совершенно садил здоровые деревья однолетние привитые вот садил на холмы согласны вот не подходил первый второй год росли довольно слабо третий четвертый год лились туда это 6 метров если заглядеть а вот вот это значит что правильная посадка здоровый саженец прекрасная подвойный материал вот этот там это было подвойный материал манжурский абрикос вот и несмотря на то что косточка культуры по косточковой ничего с ней не случилось мощный рост как будто это совершенно а то считается зараженная почва садить нельзя разве что только разновидовая все друзья закончили разговор до свидания а